Друзья, рада вас приветствовать на канале InvestFuture и вы смотрите третий выпуск нашей рубрики Invest Show, в рамках которой я напомню для тех, кто к нам недавно присоединился. Каждую неделю я пополняю свой счет на 10 000 рублей и формирую так называемый ленивый портфель с долгосрочными целями. При этом также хочу напомнить, что я не планирую продавать этот портфель в ближайшие три года как минимум, а скорее всего и на более длинную перспективу я его буду держать. При этом ребалансировку активов я буду проводить не чаще, чем один раз в полгода. То есть сейчас я только регулярно докупаюсь, возможно где-то буду усредняться, но распродавать ничего из-за того, что оно снижается, я конечно же ни в коем случае не буду. Я хочу вам напомнить еще раз, что снижение на рынках это наоборот хорошо для долгосрочного инвестора, потому что это возможность купить активы подешевле. Также я хочу по традиции повторить мой небольшой дисклеймер, предупреждение о рисках. Это видео ни в коем случае не является набором инвестиционных рекомендаций. Я вам не рекомендую повторять за мной мои сделки, потому что это мои решения и моя ответственность. Я готова принимать на себя определенный риск и брать компании, которые может быть выглядят не идеально, но при этом по моим личным оценкам могут иметь потенциал для роста. Но вполне возможно, что вы на себя такой риск брать не хотите, не готовы, поэтому пожалуйста взвешивайте и принимайте только обдуманные осознанные решения и несите за них ответственность самостоятельно. Зачем же тогда я делаю эти видео? Я объясню для того, чтобы вам показать, что самое важное это привычка инвестировать деньги на длинный срок, делать это регулярно и неважно, какими большими суммами вы располагаете. Хотя бы даже это будет 1000 рублей в месяц, но на длинном горизонте это даст вам ощутимый результат и позволит сформировать капитал и, что очень важно, привычку откладывать деньги и привычку их инвестировать. Ну что ж, давайте, друзья, заглянем в наш ленивый портфель и посмотрим, какие результаты у нас есть за первые две недели нашего инвест-шоу. Я напомню, что в первом выпуске мы с вами покупали ETF на золото, он сейчас немножко проседает, находится в районе отметки 663 рубля за акцию фонда, то есть мы с нашей инвестицией, там почти 10 тысяч рублей мы потратили на нее, теряем в сумме 200 рублей, получается просадка на 2 процента, даже чуть-чуть побольше. Но зато просадка по золоту слегкой компенсируется, слегкой компенсируется акциями Лукойла, которые мы купили неделю назад и которые подорожали. Одна акция на 300 рублей за неделю, сейчас они стоят там порядка 5600 за акцию и всего с этой инвестицией, опять же, на 10 тысяч рублей мы зарабатываем 580 рублей, то есть это доходность 5,4 процента с этой инвестицией всего лишь за неделю. Итого, наш ленивый портфель сейчас находится в плюсе почти на 2,5 процента. Но я вас призываю не испытывать по этому поводу какого-то избыточного оптимизма, потому что нам с вами с Лукойлом, конечно же, повезло. Здесь подъехала новость о том, что компания получит 5 процентов в нефтегазовом проекте в Объединенных Арабских Эмиратах, в результате компания нарастит добычу. Это все спровоцировало рост котировок. И, кстати, 16 октября пройдет, видимо, сейчас уже проходит заседание Лукойла по дивидендам. Совет директоров нам озвучит свои планы, это тоже будет интересно, но это мы уже обсудим через неделю, по всей вероятности. Вот такая у нас сейчас динамика. На мой взгляд, неплохо, но, конечно, нам еще с вами предстоит большая работа над портфелем для того, чтобы его должным образом диверсифицировать и сделать защищенным от разнообразных рыночных колебаний. Сейчас мы переходим к нашей инвестиционной идее для ленивого портфеля. Но пока я напомню, что у нас также есть портфель народный, в который я покупаю активы по вашим рекомендациям. Мы выбираем комментарий, который набрал больше всего лайков от наших подписчиков на ютубе. И вот именно этот актив на минимальную сумму складываем в народный портфель. Так что пока смотрите, можете подумать о том, какой актив вы порекомендуете в этом выпуске. И обязательно пишите это в комментариях. Ну а мы переходим к инвестиционной идее. Было очень много вопросов. Почему вы покупаете только российские акции? Я, честно говоря, не очень поняла, потому что у нас пока была только одна сделка по покупке акций. Да, это были российские бумаги, но при этом мы с вами по странам никак не ограничены. И поэтому сегодня я приняла решение купить инструмент, который мы можем приобрести через Санкт-Петербургскую биржу, но через российского брокера, соответственно. Это акции американской телекоммуникационной компании AT&T. Компании уже 140 лет, и она действительно является одной из крупнейших телеком-компаний в мире. В этом смысле можно считать ее достаточно устойчивой. И компания хороша, с одной стороны, тем, что она платит очень стабильные дивиденды. Там порядка пяти с половиной процентов доходность к текущим котировкам. При этом регулярно компания дивиденды наращивает и считается американским дивидендным аристократом, с одной стороны. С другой стороны, как мне кажется, у AT&T есть потенциал для роста на длинном горизонте, хотя я не могу назвать эту идею абсолютно безрисковой. Сейчас я вам расскажу по полочкам, почему я так думаю. Во-первых, это второй по величине сотовый оператор в США после компании Verizon. Но мобильная связь приносит компании только порядка 40% дохода. У нее есть еще большое количество других проектов. При этом направление именно мобильной связи как таковой не является каким-то рынком роста для компаний, потому что здесь по большей части все уже занято. В США у всех уже есть мобильные телефоны. Сейчас компания активно участвует в борьбе за рынок 5G и в использовании этой технологии действительно AT&T может занять одну из лидирующих позиций. Но опять же, вряд ли это даст какой-то супер рывок, хотя немножечко силы в отрасли мобильных операторов, конечно, может перераспределить. Но на самом деле, наряду с вот этим консервативным телекоммуникационным сектором, у компании с лета прошлого года появилось еще одно очень важное направление. Теперь, по сути дела, компания превратилась в мультимедиа-гигант в сфере развлечений, потому что летом 2018 года была завершена сделка по покупке компании Time Warner, куда входят, собственно, Warner Brothers и другие активы. Новое имя этой компании Warner Media. Сделка обошлась AT&T в более чем 85 миллиардов долларов. Ну и теперь получается, что AT&T владеет такими известными брендами, как телесеть HBO, как киностудия Warner Brothers, естественно, и как, например, кабельный телеканал CNN. Ну и на этом список не заканчивается. Поэтому сейчас компания выходит на новую для себя арену и будет бороться за позиции именно в сфере медиа-развлечений. Что здесь нужно сказать? Во-первых, конечно, вот эта вот история с покупкой Time Warner очень дорогая, и компания обросла большими долгами ради того, чтобы суметь провернуть это поглощение. Обязательства выросли до рекордных 160 миллиардов долларов после покупки Time Warner. Поэтому сейчас компания берет максимально курс на сокращение долговой нагрузки и распродает непрофильные направления. Это, в принципе, аналитикам нравится. С другой стороны, после покупки Time Warner произошел конфликт в менеджменте, потому что менеджмент AT&T достаточно консервативен и, скажем так, думает именно о финансовой стороне вопроса. А вот ребята из Time Warner, они такие более творческие. Например, вот сейчас идет работа над новым сервисом HBO Max, и руководство HBO недовольно тем, что AT&T хочет показывать больше рекламы подписчикам этого сервиса, таким образом прерывая супер качественный контент, который делает HBO. Это как бы противоречит принципам HBO как таковым. Поэтому вот здесь есть сейчас разногласия, которые угрожают развитию компании в этой сфере. Но, тем не менее, как мне кажется, потенциал есть довольно большой, потому что вот если так смотреть на перспективу, то если вот это вот слияние и синергия все-таки произойдет, телеком гиганта с сетями 5G, например, и медиакомпании гигантской с огромной историей и уже успешными очень кейсами, вспомните хотя бы там Гарри Поттера, то это потенциально может открыть двери для того, чтобы компания преуспела на рынках будущего. И вот именно на это я делаю ставку. Кстати, в сентябре акции AT&T показали максимальный внутридневной скачок за последние, по-моему, 10 лет. Это произошло после того, как миноритарный акционер компании хедж-фонд Elliott Management опубликовал очень развернутое исследование по перспективам компании. И он как раз порекомендовал AT&T избавляться от непрофильных активов, сокращать долги и предположил, что если стратегия развития будет выбрана верной, то акции AT&T могут подорожать с текущих уровней, там ниже 40 долларов за штуку, до 60 долларов за акцию к концу 2021 года. Это, конечно, очень понравилось рынкам и акции подскочили. Сейчас AT&T находится в неком боковике, но я вот буквально на днях уже почувствовала, что там есть импульс на покупку. Как мне кажется, есть попытка выйти из этого боковика наверх, поэтому есть у меня ощущение, что покупатели все-таки присматриваются крупные к этому активу. Ну, что здесь еще хотелось бы сказать? Из важных событий по компании на ближайшее время, это 23 октября компания отчитается за третий квартал. 29 октября пройдет день инвесторов в компании WarnerMedia, где как раз и представят вот этот новый сервис HBO Max, на который компания ставит очень много. Ну и также ожидается, что уже после нового года, в январе 2020, компания объявит какие-то свои новые инициативы по сокращению расходов после публикации отчета уже за четвертый квартал. Также от компании ждут байбэка, то есть возобновление программы обратного выкупа акций, что также должно хорошо сказаться на котировках, ну, естественно, в среднесрочном горизонте. Ну что ж, в общих чертах, друзья, я рассказала вам о перспективах компании. Пишите в комментариях, нравится вам эта идея или нет. Ну, а я беру мобильный телефон и совершаю операцию по покупке акций AT&T. Они торгуются на Санкт-Петербургской бирже в долларах, поэтому сначала я закинула на свой ИС 10 тысяч рублей и мне нужно купить валюту. Получается, что я покупаю 155 долларов, плачу комиссию 29 рублей 91 копейку за эту операцию. И теперь уже имея свои 155 долларов, я покупаю 4 акции компании AT&T. Это обходится мне в 151,56. Комиссия с этой операцией составляет 45 центов. Ну, а теперь, друзья, мы переходим к нашему народному портфелю. Его мы начали вести ровно неделю назад и первая покупка. Это одна акция Северсталя. Она немножечко подпросела, опустилась ниже 880 рублей. Мы теряем 8,5 рублей с этой покупки, то есть порядка 1% в минусе наш народный портфель в настоящий момент находится. Ну, я считаю, что это абсолютно не страшно. Я по-прежнему вижу Северсталь как достаточно неплохую бумагу на российском рынке. Ну, а что же мы с вами покупаем на этой неделе? Давайте посмотрим, какой комментарий набрал больше всего лайков под вторым выпуском. Это комментарий Азата Баимова. Московская биржа. 132 лайка. Зарабатывать будет всегда и даже в кризис. С ней ничего не случится, пока жив рынок. Плюс платят хорошие дивиденды. Ну, по поводу дивидендов, как раз буквально накануне Мосбиржа опубликовала свою новую дивидендную политику. Теперь как минимум 60% чистой прибыли биржа будет направлять на дивиденды, а на практике, как правило, она тратит на это намного больше. Так что это действительно довольно неплохая дивидендная бумага. Ну, что ж, не будем тратить время. Я захожу в свое инвестиционное приложение и покупаю московскую биржу на минимальную сумму. Одна акция стоит менее 100 рублей, но здесь не стоит обольщаться, потому что минимальная покупка – это один лот, а один лот – это 10 акций московской биржи. Поэтому я потрачу на эту операцию 922 рубля 10 копеек. Комиссия составит 2 рубля 77 копеек. Одна акция московской биржи, один лот, простите, московской биржи опустился в наш народный портфель. Ну что ж, друзья, народный портфель полностью в ваших руках. Поэтому, пожалуйста, пишите в комментариях инвестидею, которая вам кажется актуальной для следующей недели. Мы посмотрим, какой коммент набрал больше всего лайков. И именно этот актив мы купим в наш народный портфель на следующие семидневки. Так что, пожалуйста, будьте активнее, аргументируйте, обсуждайте. Я все очень внимательно читаю. Спасибо вам, что вы досмотрели наше инвест-шоу до конца. Я надеюсь, что вам нравится наша рубрика. Если это так, то не забывайте ставить лайк, не забывайте делиться этим видео со своими друзьями. Я всегда очень ценю вашу поддержку. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. В описании к этому видео есть ссылки на наши соцсети. Присоединяйтесь и в первом закрепленном комментарии вы найдете ссылки на наши другие полезные ролики, например, обучающие видео о том, как составлять инвестиционный портфель. И не только. У нас много разных полезностей на канале. Присоединяйтесь. С вами была Кира Юхтенко, команда InvestFuture. До новых встреч видео на нашем канале. Я напомню, выходит каждый день, а иногда даже два раза в день.